Звучит музыка Находки такие, с материка, позволяют сказать, что на этом месте поселеща у сходных славян Кривичева Исновало уже в девятом стагодде нашей эры У конца десятого, одиннадцатом стагодде тут уже был центр феодальной администрации А с дванадцатого стагодде Могилев перерос до городские масштабы из того города Могилев, могучий лев, могила льва Название этого города до сих пор остается загадкой Кто-то связывает его с именем князя льва Могия Другие считают, что здесь на Днепровской круче похоронен последний лев Европы А может быть все куда проще Ведь в старославянских языках могила называлась любая возвышенность Сами могилевчане до сих пор верят в существование легендарного героя-разбойника Могучего, как лев, Машеки Конечно, очень нравится версия истории с Машеком Это замечательно, такое своеобразное имя Машеком Правда? Интересно звучит даже Не всегда услышишь такое имя А мне нравится могила льва Мне больше нравится история любви Машеки Какой-то красавица На перекрестке временной пути сложился характер города и могилевчан Торговые пути из Варяг в Греки, из Москвы в Европу Обеспечили благополучие могилевчан Но с другой стороны, Могилев всегда стоял на пути чужих амбиций Не всякий нестоличный город может вспомнить десяток коронованных особ на своих улицах Улица Большая Садовая Пройдем по этой мостовой путями к королей Могилев был свадебным подарком великого князя Ягайла юной польской королеве Едвиге Дорогой подарок Ценность города купцов и ремесленников все время росла Могилев становится вторым городом после Вильни в Великом княжестве Литовском Эта улица уже тогда впечатляла приезжих европейцев Не зря Петр Первый первую попытку прорубить окно в Европу предпринял на нашей территории Северная война Первым в город вступил шведский король Карл XII Пять недель могилевчане кормили и поили шведскую армию А разве у нас был выбор? Правда, этого гостеприимства не простил Могилеву Петр И город был полностью разграблен и сожжен А вот это здание уцелело Дом купца Аножко Правда, история это имя ничего не говорит А вот имя Витольда Каэтановича Билинической Бирули принадлежит мировой культуре Сам художник здесь никогда не жил, здесь находятся музей и его картины Як подгаем, як подгаем зелененьким, зелененьким А вот Екатерину Великую эти ступени точно помнят Спустя семь десятилетий после Петра Здесь, в доме купца Аножко, перекраивалась карта Европы А перекраивала ее другая российская императрица Екатерина Великая в компании с молодым австрийским императором Францем Иосифом В результате этой встречи исчезло государство, просуществовавшее пять веков А в честь удачной сделки решили два императора возвести два одинаковых собора Святого Иосифа в Могилеве Святой Екатерины в Вене Существует предание, что при закладке камня фундамент собора у Екатерины порвалась нить жемчуга И сказала Екатерина, пусть храм будет прекрасен, как этот жемчуг Собор, созданный петербургским архитектором Львовым, действительно был прекрасен К сожалению, от былого великолепия собора в Могилеве остались разве что фрагменты росписи знаменитого художника Боровиковского Это гостиница Днепр Она стоит на месте прекрасного собора Собор был взорван в 1938 году, когда Могилев готовился стать столицей БССР В советском атеизме не нашлось места храму Говорят, при строительстве гостиницы был настоящий ажиотаж Искали же мчужины Екатерины И вроде бы находили Столица в Могилеве не состоялась Есть версия, что минские чиновники не захотели съезжать со своих дорогих министерских квартир Зато успели отстроить эту центральную площадь сегодняшнего Могилева и Дом Советов Участь Иосифского собора была уготована и этому храму На месте Свято-Никольского монастыря должен был быть построен городской фонтан Не успели Наверное, сам Бог хранит это святое место Этот храм – единственный сохранившийся комплекс белорусского барокко во всей Восточной Белоруссии Сегодня это действующий женский монастырь И четыре святые покровительницы города – чудотворные иконы Находятся также в Свято-Никольском храме Иконостас Свято-Никольского монастыря – еще одно уникальное явление Он создан школой могилевских мастеров белорусской рези Кстати, коностас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве Также создан руками наших мастеров Это школа резьбы по камню Тоже сохранилась Не повезло в монастыре фрескам Которые украшали фасады и были прекрасным примером могилевской школы фресковой росписи Эта роспись уже современная А мы продолжим путешествие по Балонне Сегодня это место чаще называют Подниколье А много путешествующие по Европе наши предки называли его Балонией Когда разливается Днепр, это место действительно напоминает Италию Здесь же в подме Днепра – школище То же историческое название, которое свидетельствует о веротерпимости могилевчан Черта оседлости евреев проходила через могилев И селились они здесь, на школище Где-то здесь находилась одна из самых известных в Восточной Европе синагог И знаменита она была не своей архитектурой, а своими росписами Которые по преданию приписываются или деду, или прадеду Марка Шагала Неудивительно, что в 30-е годы, в период всеобщего атеизма, синагога была разрушена Но фрагменты, фотографии и росписи остались А вообще в таком тесном соседстве православных иудеев-католиков для могилева нет ничего удивительного В городе, стоящем на перекрестке Европы, все пересеклось Это костел Святого Станислава Еще один символ нашего города Это место возрождения не только веры, но и традиции Вот знаменитая фреска города Могилева с панорамой города Что удивительно, в ней совершенно нет библейского сюжета Она светская Это история города и самого костела А человек в центре, возможно, и есть архитектор костела В свое время в этом костеле находился один из лучших органов В Европе К сожалению Мы только можем предполагать, как он звучал Какие в нем были голоса Неудивительно, что Екатерина со своим европейским мировоззрением и образованием была так восхищена костелом Что сделало его центром католической епархии всей Российской империи До Сахалина Так что когда-то это был главный костел империи Могилев всегда славился не только духовными и культурными традициями Но и очень сильными традициями цеховиков, ремесленников и торговцев Конечно, ведь это был город, наделенный магдебургским правом Право на самоуправление Могилев получил одним из первых в Великом княжестве литовском В типографии вольного города Могилева Спиридоном Соболем был впервые напечатан первый букварь на кириллице Но с тех пор люди так и продолжают учиться грамоте по букварю Да и вообще в Могилеве существовало более 80 цеховых специальностей В то время как Москва еще топилась по черному Могилевские мещане обкладывали свои печи кафелем собственного производства А потом нашим кафелем обложили палаты московского Кремля Ну а какое пиво у нас варилось? Когда уже сказать про якость Могилевскую То Могилев ведали город богатых купцов Ну и мясо-майстры любили дразнить своих конкурентов и коллегов Кажучи у Минску живуть Пасвинску У Слуцку живуть Нялюдска У Витебску живуть Кепска У Ворши еще горший А мы с Могилева, где все праведло Ну это значит правильно, добро, якосно Ну и тут цегла, в 18-м годе так званая цегла Пальчатка Могилевская Мы расскажем, как ее вырабляли Подымали на вызначенную вышиню И со всего маха опускали на землю То, что заоцалело, то шло в стены Тому они еще стоят до сегодняшнего дня Вот где они коронят традиции и качество Именно качество – отличительная черта промышленности Могилева Главные двери города Двери железнодорожного вокзала Этот вокзал был точно таким и сто лет тому назад Этот вокзал последним видел последнего российского императора С этого вокзала уезжал император Николай II А вернулся полковником Романовым Можно утверждать, что последние два года существования Российской империи Ее столицей являлся Могилев Военной столицей Здесь располагалась царская ставка Здесь постоянно жил император Николай II И, конечно же, весь генералитет И если этот факт широко известен То мало кто знает, что в Могилеве, в гостинице «Метрополь» Генералы Корнилов, Деникин, Марков, Алексеев Основали Белую гвардию Вот здесь, в этом здании, был написан манифест спасения империи И была разработана программа белого движения Возможно, владельцы ресторана «Метро», который сегодня находится в этом здании И не знают о том, что некогда оно имело созвученное название «Метрополь» Жизнь распорядилась так, что в военной истории Могилев прозвучал еще раз 20 июля 1941 года по всей стране собрались огромные толпы возле стендов известий Страна впервые увидела фотографии подбитых немецких танков фотокора Трошкина Так был развеян миф о непобедимости фашистских войск впервые Здесь, в Могилеве Это случилось здесь, на Буйническом поле Сегодня здесь зреет хлеб, а тогда... Тогда свидетелем этого боя вместе с Трошкиным был молодой, тогда еще никому неизвестный, военный корреспондент Константин Симонов Могилев в полном окружении держал барону 24 дня Бойцы Красной Армии и тысячи ополченцев-могилевщан перекрыли путь на Москву Живые и мертвые Константина Симонова об этом поле и об этом бое Симонов навсегда связан с этим полем Мое поле там Эти слова стали его завещанием Пародица Прах Константина Симонова развеян над этим полем Прямо с дороги виден большой валун, тысячи лет назад принесенный великим ледником Константин Симонов Жизнь продолжается Буйническое поле стало символом мужества и продолжения жизни Это наше буйническое поле Здесь еще прадед наш воевал И вообще буйнищи стали любимым местом отдыха горожан Даже зоосад в буйничах не такой, как у всех Зоосад действительно уникален Каждое животное, которое сегодня обитает, у нас имеет свою историю И большинство этих историй связано с тем, что животное попало в беду И люди, добрые люди с хорошим сердцем, большим сердцем этих животных привели к нам Каньоны, поля, леса, болота, озера Животные находятся в естественных условиях Для Красной книги можем сохранить вид Это уникальность Ни один зоопарк республики не выполняет это Да, в Европе тоже Даже не верится, что это город Но это город Вообще-то здесь когда-то находилась старинная усадьба Возможно, такая, как эта Вот так жила могилевская шляхта А сегодня скромно в этой роскоши отдыхают могилевчане Рядом с усадьбой находится деревня Может быть, белорусская деревня и не была такой Но традиции мастеровых сохранились здесь полностью Человек, который соприкасается с деревом в лесу, при работе, где-то еще Оно как-то восстанавливает его Может, это не связано с этим, но по моим представлениям это на самом деле так Отличная кухня – это тоже традиция, особенно в белорусской корчме Итак, традиционные драники и деревенская пальцем ханая колбаса Пробуем А драники можем делать только мы То есть белорусы Город становится все красивее и, естественно, привлекательнее и притягательнее для творцов Традиционный международный пленэр по скульптуре оставляет свои прекрасные следы И могилев известен всему миру своими международными фестивалями Мне бы хотелось начать с самого близкого мне и самого молодого фестиваля в городе Могилеве Это международный театральный форум «МартКонтакт» Это форум спектаклей для молодежи, о молодежи и желает нас участия в молодежи Театры Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши положили начало международному театральному фестивалю в городе Могилеве И самое удивительное и символичное, что молодежный фестиваль прошел в одном из старейших театров Беларуси Могилевском театре драмы Этот прекрасный театр, в котором выступали Шаляпин, Комиссаржевская, Савина Был построен 118 лет тому назад на личные деньги могилевчан А самый удивительный фестиваль – «Могутный Божия» Казалось бы, фестиваль духовной музыки Но уникальность его в том, что он объединил все и всех Конфессии, возрасты, народы, культуры, языком музыки И не зря его называют «Могутный» по духу и «Боский» по красе Международную славу принес Могилеву золотой шлягер Фестиваль, который поставил своей целью возрождение лучших традиций эстрадной песни На одной сцене поколение звезд мировой эстрады Могилев не только город традиций, но и город звезд У нас даже площадь специальная есть Так и называется площадь звезд Здесь имена людей, принесших славу нашему городу В том числе и звезды спорта Олимпийские чемпионы Светлана Боитова и Александр Масейков И маглевчане убеждены, что уже после Олимпийских игр в Китае Здесь будут новые звезды с именами олимпийцев А правда, что нас из космоса видно? Правда, Могилев это город, который виден из космоса Звездосчет в нашем городе появился недавно И луч лазера с его подзорной трубы действительно достигает космоса Правда ли, что звездосчет хотели купить японцы? Японский спутник засек наш Могилев по этому самому лучу И японцы сразу же захотели купить нашего звездосчета Не согласился мэр, который, между прочим, этого звездосчета и придумал Вместе с новой традицией, которую приняли и полюбили все Вот так! Чего вы хотите? Или вы хотите сегодня заиметь хорошего друга Или вы хотите поиметь хорошее здоровье Вы беретесь или за палец, или за руку Вот у меня друзей не так уж много И садитесь на свое кресло, отвечающее вашему знаку зодиаку Естественно, в это время луч лазера идет в космос и благодатью возвращается на ваше кресло И то, что вы задумали, то, что вы пожелали, то обязательно, обязательно исполнится Поэтому я приглашаю не только могилевчан, но и всех жителей нашей маленькой планеты Зломишь, олени согнешь Наверное, в этом есть главный секрет города, главный секрет могилевчан Воины, пожары, тысячелетия Все это, конечно, было Но мы есть Мы живем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok